приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео по уделим внимание народным приметам на 5 января поговорим о том что же категорически запрещается делать в канун рождественского сочельника что ни в коем случае нельзя брать в руки чтобы не привлечь беды и неприятности друзья далее все более подробно известно что в канун рождественского сочельника церковь традиционно справляет день святого феодула и святого нефонта кипрского и вы знаете этот день имеет огромное количество народных примет поверье а также различных запретов итак друзья 5 января по народному календарю отмечали день федула или по-другому этот день называли и нефонта или федула в день а вот согласно церковному календарю в эту дату принято вспоминать десятерых священно мучеников критских во главе с федулом а также епископа нефонта который защищал от проказ темной силы преподобный нефонт жил в пятом веке всю свою жизнь он боролся с нечистыми духами и всегда при помощи божией у их побеждал дьявол искушал его с коронной пищей и вином насылал на него безмерный сон однажды когда святой пошел за водой сбросил его в колодец но по молитве к богородице нефон остался цел и невредим еще в этот день почитается память феодула который в третьем веке вместе с другими мучениками пострадал за веру во христа на острове крит наши пращуры имя святого передали нас переделали на фидул и зарифмом а зарифмовали его с глаголами как подул дул создав поговорку пришел фидул ветер подул приуроченная ко дню памяти святого и соотнесенная с привычными для этого времени года ветрами поговорка стала приметой если на виду на фидула ветер подул то будет хороший урожай в народе как мы уже сказали ранее отмечался фидула в день или день нефонта и в этот день 5 января по погоде судили каким будет ноябрь следующего года если было ясно ему у морозно то в ноябре будут солнечно и относительно тепло если же сыра и слякоть то будут при под последний месяц года к сожалению для ждем и промозглым 5 января хозяйки тщательно убирали в доме и обязательно мыли полы воду после уборки выливали за порог и говорили такие слова всю грязь слила нечисть из дома изгнала поскольку нефонт оберегал людей и скот от козни злых духов сегодня его попросили изгнать нечисть из дома и хлеба а также делали специальные лепешки для домашнего скота которые спасали их от столкновений с темными силами пекли эти лепешки из отрубей горячими доставали из печки и закутывали в чистое полотенце для того чтобы нечисть не коснулась их и теплыми несли в хлеб в нем предварительно делали уборку и смотрели нет ли щелей утепляли соломой также вешали по углам чертополоховой колючки оберегающие от нечистой силы птицам 5 января давали прокаленные у печки пшено кормили их досыта также отдавали крошки оставшись от лепешек приготовленных для домашней живности крестьяне в день федула готовились к рождеству пекли печенье в виде коров домашних птиц овец заворачивали его в полотенце и клали в закрома до праздника рождества христова 7 января существовало в народе поверя что 5 января нельзя ругать и карать детей иначе их в течение года будут недолюбливать и постоянно будут кричать и гонять отовсюду окружающие поэтому если федула в день ребенок вел себя плохо его трижды осеняли крестным знамением ведь была вероятность что такое его поведение это проказы нечисти 5 января не рекомендовалось мастерить готовить и вообще делать что-либо острыми предметами поскольку считаю что можно было пораниться а по приметам рана полученная сегодня заживала очень долго и плохо к тому же поранившемуся человеку начинали липнуть и другие болезни женщинам нельзя было федула в день 5 января обрезать и подшивать одежду иначе можно было себе жизнь укоротить на год наши предки верили что нифон кипрский являлся защитником от нечистой силы по их мнению в этот день можно было изгнать злых духов из людей домашних птиц и животных святого феодула считали повелителем ветров и защитником от болезней скота скотине на федула уделяли особое внимание крестьяне пекли постные лепешки которые несли в хлев а по дороге завернув в холщовое полотенце делали это для того чтобы нечисть не смогла угощение облизнуть в хлеву лепешки разламывали на части и скармливали обязательно животным а птицам давали зерно по поверью на федула могут навести порчу на домашних животных и людей поэтому было принято печь печенье в виде коровок овечек как козочек и птицы печенюшки тоже заворачивали сразу в полотенце чтобы злые духи и следа на них не оставили 5 января обязательно посвящали домашнему скоту и птице чтобы они могли прожить зиму в сытости и здоровье здоровье также обязательно в день федула приманивали добрых духа выпекая вкусное печенье считаю что приятный запах изгонит из дома злую силу и обязательно призовет добрую в обязательном порядке 5 января делали уборку чтобы встретить рождество в чистом виде давайте поговорим о том что же нельзя делать 5 января основные приметы себя объясняющие что же нельзя делать 5 января в день федула связаны были с нечестью и домашней скотиной наши предки считали этого святого главным борцом с нечистой силой и защитником животных именно поэтому запрещено было 5 января оставлять без присмотра скотину так как нечисть может в любой момент навредить например перекормить животных нагнать на них разные болезни или же дразнить их бить не давать спать нельзя делать в день федула уборку возле печки в нашем случае в современном мире не делайте 5 января уборку у кухонной плиты иначе можно потревожить домового и он не сможет защитить ваш дом от темных сил также запрещалось 5 января людям пить утреннее молоко их им нужно было напоить животных тогда считалось что они будут силы пережить сильные морозы и нападки завистников колдунов и ведьм часто после угощения животных молоко оставалось из него сделали творог или сыр чтобы его могли съесть все члены семьи существовал наших предков обычай в день федула 5 января печь для скотины отрубные лепешки которые считают что изгоняет любую нечисть эти изделия нельзя было оставлять без присмотра их сразу же после выпекания заворачивали в рушники ищут теплыми скармливали домашним животным если же этого не сделать то темные силы могут оставить на лепешках свои следы и скотина не переживет зиму также не не разрешалось сегодня держать птицу впрогалось иначе надо весны не доживет считалось что таким образом нечистая сила себе заберет нельзя было 5 января пользоваться и острыми предметами ножами топорами или вилками так как ими можно пораниться а рана полученная в этот день год после не заживет нельзя на федулу и драться так как бьющий может тяжело заболеть существовал запрет и на подшивание подола 5 января на руси верили что таким образом человек укорачивает собственную жизнь а значит проживет меньше положенного также сегодня в этот день запрещено было рассказывать о своем сокровенном желании иначе она просто никогда не исполнится 5 января нельзя было ходить в несвежей одежде поскольку к ней либо липнут все болезни и неприятности тот кто ослушается данного запрета грозит весь год провести в проблемах и болезнях далее в этот день наши предки старались провести определенный обряд на исполнение желаний поэтому 5 января обязательно брали муку ржаную из трех ее горстей замешивали тесто именно на святой воде проговаривая такие слова скоро господний день рождения получу от него благословения чтобы задуманная мною свершилась желание поскорее в жизнь воплотилась затем из этого теста пекли лепешку и обязательно съедали ее в одиночестве а вот ребенок рожденный в этот день обязательно вырастет счастливым человеком особенно это касается людей которые появились на свет в этот день после заката солнца назвали таких детей как василий нифонт наум фидул феоктист и павел а вот девочка 5 января могли назвать анастасия в честь дня святой анастасии который отмечался на день ранее 4 января родившимся в этот день нужно носить оберег выполнены из красного или черного агата эти камни защищают своих владельцев от темных сил в древности считалось что люди появившиеся на свет 5 января будут отличными пастухами друзья вот такой у нас с вами день 5 января по народному и церковным календарям друзья с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации друзья прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео